приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзьям и вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание 1 октября поговорим что за день арины шиповницы что можно делать в этот день что нельзя делать в этот день далее друзья обязательно уделим иконе божьей матери целительница потому что именно сегодня 1 октября совершается празднование этой иконы также говорим о том с как с какими просьбами и о чем молиться этой иконе божьей матери целительница дадим молитву обязательно 1 октября рекомендуем провести практику на начало новой жизни чтобы вашей жизни на протяжении октября были так сложены события моменты в жизни чтобы вас действительно было изобилие достаток удачи и благополучия и конечно же как всегда уделим внимание лунному календарю поэтому обязательно досмотрите это видео до конца чтобы знать много важной и нужной информации так друзья сегодня 1 октября по народному календарю праздник в которой в народе принято называть арина шиповница также в этот день в православных церквях вспоминает двух мучениц ари одну про миску и ирину египетскую которые были подвергнуты многочисленным истязаниям но так и не отказались от христианской веры и еще раз повторим что 1 октября совершается празднование иконе божьей матери целительница согласно преданию икона была написана в четвертом веке при жизни святой нины просветительницы грузии и находился образ святой образ в циклоканском храме в картах в картолинии на иконе изображена богородица стоящая у постели больного клерика в россии было несколько списков с этой иконой к ним относился и чудотворный образ который находился в московском алексеевском женском монастыре который был основан в одна тысяча триста шестьдесятом году и многие русские храмы при больницах были освящены в честь иконы божьей матери целительница а в народе с этого дня с 1 октября начинается сбор шиповника и его заготовка на зиму поэтому сегодня и отмечается праздник который получил название арина шиповница существовало даже мнение что ягоды собранные в день арины и после обладают огромной целебной силой поэтому традиционно 1 октября этот день посвящали сбору шиповника утренние плоды помогали от проблем с желудочно-кишечным трактом и спасали также от простудных болезней а собранные на закате именно именно шиповник с помогал от каких-либо других болячек также шиповник использовали не только в лечебных целях но и готовили из него напитки масла а также варенье желе кисель повидло и мармелад согласно народному календарю в течение года трижды отмечают аренен день 29 апреля 18 мая и 1 октября это арина шиповница ответственная за сбор шиповника и журавлиный полет поэтому сегодня следили за журавлями которые считались божьими посланниками люди верили что в осеннее время года эти птицы забирают с собой умершие души а весной направляют младенческие в те семьи где вскоре ожидалось прибавления улетающим птицам обязательно кричали вслед такие слова колесом дорога и тогда они непременно после зимовки вернуться домой осень это пора заготовок поэтому на арену шиповницу женщины собирались вместе и рубили капусту которую потом солили и квасили день 1 октября посвящали молитвам святой арене верующие шли в храм молясь о здоровье о благополучии и о семейном согласии выходя из церкви обязательно давали подаяние нуждающимся на арену шиповницу старались не ругаться не хвалиться и не обижать друг друга а напротив творить добрые деяния также сегодня запрещено просить у бога больше чем нужно человеку иначе можно потерять это что вы имеете также 1 октября старались наши предки провести различные обратно обряды ритуалы которые помогали в любви и в денежных делах народные приметы на сегодня 1 октября предупреждает что в день арины шиповницы нельзя махать рукой улетающим в этот день журавлям согласно старинному поверью тот кто сегодня помажет вслед улетающим птицам больше их никогда не увидит поскольку серьезно заболеет или вовсе умрет также 1 октября ни в коем случае не ходите в гости так как считалось что чужие люди в этот день могут принести в дом множество мелких и неприятных хлопот а также семейные проблемы и соответственно из-за этого начнутся ссоры скандалы и выяснения отношений поэтому и проводили день арины шиповницы со своей семьей обсуждая вопросы которых оказались хозяйства или же занимались домашними делами также 1 октября никому не рассказывайте секреты как свои так и чужие потому что это чревато неприятными последствиями ссорами и скандалами а также безденежьем и недопониманием с окружающими людьми в день арины шиповницы не стоит ребенка которому еще не исполнился год оставлять одного в комнате так считалось что злые духи могут напугать малыша и поэтому он начнет заикаться также приметы сегодня не рекомендуют видеться влюбленным так как они могут сильно поссориться и возможно даже навсегда кстати пересылка фотографий и сэлфи тоже сегодня под запретом поэтому лучше потерпите и хотя бы один день не делитесь любимым человеком своей фотографией помним о том что именно сегодня 1 октября нельзя ругаться спорить хвалиться своими достижениями обижать близких и родных а также перечить старшим в день арины шиповницы наши предки старались творить только добро и очень важно помнить еще одну запрещающую примету 1 октября ни в коем случае нельзя у бога просить больше чем нужно вам для жизни иначе можно не только ничего не получить но и потерять все имеющиеся также 1 октября церковь особо почитает образ пресвятой богородицы именуемый целительница и уже из самого названия мы понимаем что история этой иконы связана с чудесами исцеления от различных болезней и на протяжении веков происходившись происходивших по молитвам людей перед ней о чем же молятся иконе целительница об исцелении различных болезней неизлечимых недугов когда человек находится на пороге отчаяния также если человек хочет это хочет избавиться от боли и защитить себя от болезней дать силу духу духа и претерпеть испытания от бога а также о рождении ребенка а бездетных и конечно же вы у божьей матери можете просить о защите от бед и несчастье и именно сегодня 1 октября мы рекомендуем прочитать молитву пресвятой богородицы пред иконой целительница слова молитвы будут в описании к этому видео моя молитва сама по себе достаточно большая поэтому каждый тихонечко после просмотра видео прочитать эту молитву и будет просить у божьей матери то что он действительно знает и что ему нужно в жизни если у вас есть возможность 1 октября обязательно сходите в церковь и поставьте свечку у иконы целительница а также здравия 40 у за здравия обязательно закажите не дно не только за себя но и за своих близких людей с кем вы особенно проживаете и друзья 1 октября начинается новый месяц у нас и начинается новая жизнь поэтому каждый из нас именно 1 октября должен позаботиться о своем будущем и мы рекомендуем привлечь желаемое при помощи сильных магических слов и практик и тогда октябрь пройдет у вас отлично и все мечты обязательно будут исполнены кроме того октябрь считается достаточно сильным энергетическим месяцем в 2021 году поэтому не потеряйте шанс именно 1 октября заложите основан на весь месяц и так сегодня 1 октября проведите практику в любое время желательно это делать пока не зашло солнце но если вы посмотрели видео например в 20 часов и по вашему времени или уже позже не расстраивайтесь так в таком случае зажгите свечу и обязательно проведите эту практику и так напиши возьмите листок бумаги чистый листок бумаги возьмите ручку карандаш и на листке бумаги напишите все то плохое от чего вам хочется избавиться на данный момент напишите не просто тезис над хочу избавиться от такого-то такого-то а если у вас есть возможность пропишите и тех людей которые принимают непосредственное участие в этом эпизоде вашей жизни после того как вы напишите сожгите этот этот список и скажите следующие слова провожаю сентябрь навсегда и оставляю в нем неудачу боль обиды и проблемы начинаю новую жизнь с этой минуты и притягиваю удачу изобили достаток и благополучия высшие светлые силы со мной истина и пепел выбросите в окно вот друзья такая практика которая нам поможет в реализации наших задумок и желаний далее друзья у нас с вами лунный календарь на 1 октября обращаем ваше внимание у нас пятница и убывающая луна в знаке зодиака лев сегодня нас луна наполняет чувством гордости собственного достоинства и многим людям захочется ощутить свою власть силу и влияние поэтому важно в этот день отличать искреннюю похвалу от лести также сегодня хорошее время для реализации грандиозных замыслов но помните что именно сегодня может создаться такой вот обманчивое впечатление что сил хватит на все поэтому берегите себя от случайных контактов и от всевозможных неожиданностей этот день для воображения для того что вы могли сосредоточиться а также учитесь развивать свою интуицию и уделяйте внимание духовности сегодняшние лунные сутки характеризуются контролем разума над телом а также пробуждением именно мужской энергии поэтому сегодня 1 октября благоприятное время для новых знакомств для укрепления своего организма и также подумывание о том чтобы создать свой бизнес луна открывает нам зеленый свет для всех начинаний в любой из сфер нашей жизни и получена сейчас информация обязательно вам будет полезна в самом ближайшем будущем но именно сегодня старайтесь избавляться от всевозможных амбиций также обращаем ваше внимание что в этот день отмечается быстрое сжигание энергии поэтому можно сегодня много кушать и ну конечно не переедайте но в любом случае это не пойдет наши в жировые ткани также старайтесь питье жидкости свести к минимуму если вы занимаетесь йогой то именно йога сегодня укрепит ваше здоровье а болезни проходят сегодня быстро но сегодня обращаем ваше внимание наиболее уязвимыми становятся органы мочи половой системы по возможности принимайте травяные отвары что касательно работы и бизнеса то сегодня благоприятный день для проведения сделок а также операции с финансами из торговлей луна положительно влияет на то что вы планируете какие либо новые начинания а вот творческим людям не стоит сегодня волноваться о своих показах концертах или выставках единственными препятствиями к достижению поставленной цели сегодня является слабость лень и неуверенность всех собственных силах так как луна у нас находится сегодня в знаке зодиака лев то сегодняшний день сопровождается проявлением бодрости оптимизма щедрости и искренней заботы и любви у человека может возникнуть желание достичь трудных целей преодолеть самые недостижимые высоты при этом у вас появляется уверенность в том что весь мир послушно подчиняется влиянию поэтому сегодня многим людям хочется слышать свой адрес слова похвалы и чувствовать на себе восхищенные взгляды и чтобы произвести положительное впечатление сегодня стоит действительно постараться и приложить максимум усилий дни льва прекрасно подход для проведения праздников и торжеств а также различных презентаций этот день благоприятен для того чтобы взять под свой контроль все ваши важные дела но стоит воздержаться от необдуманного расхода денег сомнительных вложений и высокомерного общения с коллективом обращаем ваше внимание что сегодня у нас 1 октября это пятница и пятница находится под управлением венеры и нептуна поэтому это замечательный день для назначения романтических свиданий а также уделите внимание любовной своей сфере в пятницу актуальным будут любые водные процедуры такие как сауна и баня также планета венера у нас плотно связано с денежными вопросами поэтому любые ритуалы связаны с деньгами лучше начинать именно в этот день и с учетом того что пятница находится у нас под управлением планеты нептун то сегодня делайте медитации и погружать из себя пытайтесь найти себя настоящего